Короче, где-то около девяти утра посмотрел в это, в окошко охранник, мой сокамерник Саша, ну, лежал на кровати, дремал, кажется, ну, что запрещено по каким-то причинам этим, как-то правилами внутреннего распорядка, которые никто никогда не видел, которые, ну, нельзя посмотреть. Ну, собственно, сказал там вставать ему, но он как-то встал, ну, а я спросил, то есть просто, ну, меня всегда это раздражает вот эти все дурацкие правила, которые придуманы по каким-то абсурдным причинам и не объясняются вообще что-то такое. Ну, я спросил, как бы, вообще, ну, почему нам запрещено лежать, там, спать, ну, что, как бы, он такой, я это не, ну, я придумаю правила, это к начальнику тюрьмы, там, вот, распоряжение, то-то-то, я такой, ну, ладно, хорошо, но все равно непонятно, то есть, почему нельзя, то есть, что такого. Потом он этот, ну, это был, из смены, там, было два тюремщика, один молодой ушел, принес рапорт, шаблон рапорта, зачитывает мне, там, там, рапорт, ну, такого-то, такого-то, за нарушение правил внутреннего распорядка, там, в карцер, ну, просто читает мне шаблон какой-то. Я говорю, ну, я знаю, что такое рапорт, хорошо, но это все равно не объясняет причин, почему нельзя лежать на кровати либо спать. И он, ну, то есть, он не понимает, что я от него хочу, и я не понимаю, что он, зачем он этот рапорт принес. Потом он ушел, приходит, открывается камера, он говорит мне, снимай матрас, ну, вот, и клади его на ту кровать, где, вот, где мой сокамерник лежал, ложи матрас, садись на нее. Я такой, думаю, ладно, я положил, ну, я не понял, зачем это все. Сел, потом он приносит ведро воды, ставит и говорит моим всем сокамерникам, типа, вы мойте, там, а ты сиди, смотри. Ну, я понял, как бы, что он хочет сделать, это, там, коллективная ответственность, круговая порука, когда кто-то проявнившийся, ну, ничего не делает, а остальные статают за него. Ну, я, ну, я встал сразу же, конечно, ну, и говорю, что я сидеть не буду, это вообще вашими правилами, собственно, запрещено, и говорил ребятам, что, ну, ничего не делайте, вы это мыть не должны, и, ну. Вот он начал на меня орать, типа, мол, садись, я говорю, не буду, садись, не буду, ну, и ребята тоже ничего не делали. Он потом ушел, пришел его, не знаю, коллега, его другой тюремщик, такой какой-то пожилой мужчина, лет 50, где-то такой прапорщик, может, и начал у меня, просто открыл дверь, начал у меня кричать, обзываться, начал увидеть, что я там чмо, петушара и гребень, что волосы отрастил, ну, сразу сходу просто орет и обзывается. Я что-то постоял, послушал, не понял, почему, что я ему такого сделал, почему он обзывается, почему он кричит на меня. Ну, и это уже было после того, как передущий на меня наорал с этим ведром, я уже как-то был, ну, вообще недоволен. Я, ну, начал ему говорить ответ, что, ну, сам ты такой, ну, в смысле, пересказывал ему все обзывательства, которые он говорил на меня, я ему сказал. Я административно заключенный, называл своими фамилии, а вот эти все обзывательства, это ты сам. Вот, ну, мы так с ним как-то поговорили на каких-то повышенных тонах, и потом после этого, там, увел меня на продол, снова поставил на растяжку, там, вот эти все стандартные, там, широко ноги, несколько ударов, ну, и как бы сел рядом и снова обзывается теми же словами, видимо, больше у него как-то словарного запаса не было, новых обзывательств. Ну, и вот, это вот так. А, ну, еще, а молодой, что там, молодой тоже что-то мне хоть спрашивал, и ладно, я его уже не помню даже. И он сидит и обзывается, и я понимаю, что, ну, это же все вообще какой-то абсурд, я же вообще ничего не сделал, я не грубил, я, ну, ничего не нарушил, это даже не я лежал на этой кровати, я просто спросил, почему это все за причема, а они, вот, в итоге, накричали на меня и на растяжку поставили. Я просто спрашиваю, как бы, там, ну, там, за что я стою на продоле на растяжке. Я говорю громко, чтобы все это слышали, чтобы все понимали, что происходит, имея в виду остальные камеры на этаже. Ну, и говорю, как бы, кто вы такой? То есть я говорю, я административный заключенный такой-то такой-то, я говорю, а вы кто такой? Ну, то есть назовите свою фамилию, представьтесь. Он начинает снова обзываться, кричать, я говорю, за что я стою на продоле, что я сделал, что я нарушил, объясните мне. Он ничего не отвечает, я говорю, кто вы такой, назовите свою фамилию. И он говорит, иди нахуй. Я говорю, вы сотрудник тюрьмы с фамилией, иди нахуй. Он такой, да. Я такой, ну, ладно, я говорю, а отца твоего тоже фамилия, иди нахуй. Он такой, да. Ну, я как-то, ну, я, короче, понял, что все, я уже больше как-то не знал, что спросить. Он тоже что-то как-то паник, что какой-то его, не знаю, чмой петушара уделал. Ну, потом тоже начал что-то говорить, обзываться, и, ну, это все слышали ребята из других камер, и кто-то сказал там, крикнул с камеры, Женя, держись.